Всем привет! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на период со 2 по 8 мая. Мы поговорим о точно затменной неделе, потому что эта неделя, она по большому счёту находится под влиянием затмения, которое уже произошло. Это солнечное затмение в конце апреля. И уже в этой неделе чувствуется влияние следующего затмения, которое произойдёт 16 мая. Это лунное затмение в Скорпионе. И, в общем-то, конечно, вот эти две недели, на которых всё это влияние и того, и другого затмения распространяется, они, пожалуй, самые существенные для каких-то судьбоносных событий. То есть здесь концентрация некой энергии, которую мы получаем от этих затмений, наиболее сильна. И отсюда происходят различные события. И, в принципе, не только неблагоприятного характера. Вы знаете, меня и в частных беседах, консультационных, и просто в прямых эфирах, и в комментариях к моим постам спрашивают, неужели затмения несут в себе только сплошной негатив. Я абсолютно убеждена в обратном. Я считаю, что нет ничего однозначного не в жизни, а так как астрология — это язык, описывающий жизнь, значит, и не в астрологии. Нет ничего однозначного. И моё мнение, что затмение может сработать как в плюс, так и в минус. Затмение может принести однозначно хорошую ситуацию, однозначно плохую ситуацию, а также двоякую. И во многом это зависит от резонанса с нашей картой рождения. Именно поэтому не устаю повторять о том, что если вы хотите, чтобы астрология стала вашим практическим инструментом для понимания событий, для их прогнозирования и для коррекции событий, в таком случае вам, конечно, нужно начать с карты рождения, с её изучения, ну а потом уже перейти к прогностическим техникам. Ну и вот, кстати, по поводу того, чтобы начать, ну если вы созрели до некого такого обучения фундаментального, большого, базового, и меня многие спрашивают о том, когда в моей школе начнётся набор на новый курс по поводу обучения астрологии, такой фундаментальный курс, многомесячный, то вот как раз-таки он скоро стартует. И если вам интересно со мной обучаться астрологии от и до, от натальной карты, от толкования натальной карты до прогнозирования, то переходите по ссылке, она первая в описании под этим видео, и узнавайте все подробности, когда, что и сколько это стоит. Ну а я иду дальше и могу сказать, что на волнах этих затмений ещё происходит и много вот таких вот, может быть, локальных, но достаточно важных событий. Ну, во-первых, это аспект миллионера, который формируется именно на этой неделе. 4 мая он будет актуальным, он будет точным. Напомню, что аспект миллионера — это аспект между двумя планетами, которые дают мощные преобразования. Точнее, одна планета всегда даёт большой рост и масштаб, это планета Юпитер, а другая планета, Плутон, как раз-таки даёт такую мощнейшую глобальную масштабную трансформацию. Ну и Юпитер и Плутон — это планеты, которые очень энергичные по своей природе, они много на себя, в себя вбирают коллективного взаимодействия. Поэтому часто это очень продуктивное время, когда мы можем получить какое-то хорошее предложение по смене работы, новое предложение по оплате труда, мы можем получить какое-то серьёзное продвижение по карьерной лестнице, мы можем получить какой-то серьёзный толчок в нашей, может быть, наших личных проектах. То есть всё, безусловно, опять-таки упирается в то, как аспект между Юпитером и Плутоном, этот аспект миллионера, он взаимодействует с вашей картой рождения, но если там взаимодействие есть, а предположим, если вы, например, самый поздний козерог, телец, скорпион, овен, нет, овен нет, пожалуй, рак, кто ещё? Дева, да, то у вас явное взаимодействие есть. Если вы прямо в самых последних числах этих знаков родились, пока солнце ещё не вышло за пределы этих знаков, то тогда у вас, конечно, могут быть очень яркие события. Но, в принципе, они сейчас показаны для всех. Всё зависит от того, если вы смотрели мой майский прогноз, я думаю, вы знаете моё ощущение, моё мнение по этому аспекту, сможем ли мы этот кусок пирога съесть. Да, потому что масштаб очень большой таких событий, которые приносят взаимодействие Юпитера и Плутона, а вот насколько мы можем этот кусок действительно проглотить, это зависит от нашей готовности. Так что вся неделя может быть посвящена вопросам карьеры, вопросам получения новых возможностей и создания новой стратегии для того, чтобы эти возможности освоить. Но, помимо этого, здесь есть явный признак того, что личная жизнь может выйти на первый план у многих из нас. Венера в самом начале этой недели, понедельник, Венера переходит знакомо. В течение всей недели она в этом знаке. Притом из этого знака она сделает аспект на Меркурий. Это уже будет в пятницу 6-го числа. И, собственно, это говорит о том, что вся неделя в том числе посвящена взаимодействию с другими людьми, которые важны для нас, которым мы симпатизируем, которые симпатизируют нам, с которыми у нас есть действительно потребность создать какие-то равноправные партнёрские отношения, будь то это личные или профессиональные. И договорённости здесь вполне возможны. Так что, в принципе, это хорошее время для взаимодействия с другими людьми, а также это, конечно, прекрасное время для получения хороших вестей в личной жизни. Так что здесь мы можем говорить и о том, что у нас могут быть интересные знакомства или продолжение этого знакомства, развитие отношений каких-то. И для этого посвящена вся неделя. Но, пожалуй, я бы выделила понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. Так что под конец недели у нас особенно романтическое время. При этом явный здесь намёк на то, что интенсивность в течение всей недели не спадает, а к выходным даже увеличивается. За счёт чего? За счёт аспекта между Марсом и Ураном, а также Солнцем и Марсом. При том, что вот эта тройка Марс, Уран, Солнце, они в течение всей второй половины недели очень активны. Между собой все эти планеты взаимодействуют. Так что мы ждём, начиная со среды, вплоть до воскресенья, каких-то перемен. При том, вполне возможно, что вот четверг будет наиболее в этом плане день актуальный, яркий. Здесь перемены наиболее возможны. В среду же, четвёртого числа, тоже вероятность перемен существует, но эти перемены рукотворные. То есть это то время, когда мы можем с помощью своих усилий что-то поменять. В принципе, это говорит о том, что динамика в течение всей недели будет высокой, а продуктивность наша, особенно к концу недели, будет наиболее эффективной. Ну, так что мне кажется, что на самом деле хорошая неделя. Единственное, в ней может быть такой очевидный минус. Он, знаете, в чём состоит? В том, что есть некая проблема. И она связана с тем, что затмение, особенно коридор затмения, это то время, когда мы не особо властны над обстоятельствами. И таким, наверное, самым рациональным решением бывает это не принимать никаких серьёзных решений, не создавать никаких собственных инициатив, потому что всё в это время, условно говоря, наказуемо. Отсюда я не скрою, что всё равно, несмотря на то, что неделя благоприятная, есть риск того, что мы попадём в ситуацию, из которых потом будет сложно выбраться. И они будут какие-то, ну, такие фатальные, да, то есть от них уйти невозможно. Но, с другой стороны, этот опыт для нас очень, ну, таким, является таким строгим уроком, сложным уроком. Но, опять-таки, для 8 миллиардов сказать, где существует риск, какая существует, где проблема, очень сложно. И это, конечно, прерогатива личного прогноза. И если вы хотите осваивать астрологию для того, чтобы создавать этот прогноз, для того, чтобы астрология стала вот этим надёжным вам инструментом, источником информации про то, что будет, где соломку подстелить, да, стоит ли вообще об этом думать, стоит ли себя как-то накручивать по этому поводу, то, конечно, астрологии надо учиться. И вот я предлагаю это уже фундаментальное такое вот основательное обучение у меня в школе, в котором вы пройдёте все этапы от натальной астрологии до прогнозирования. Если вам это интересно, то ссылка в описании под видео, по ней вы всю информацию уточните. Ну, а я хочу сказать, что вопросы ваши я принимаю. Если будет возможность, я на них буду отвечать. Но лучше, конечно, если вы будете писать мне мой телеграм-канал «Астрология Сирмольной Татьяны». Вторая ссылка в описании под видео — это мой телеграм-канал. А также я существую ВКонтакте, и у меня там целый паблик. И в паблик вы тоже можете, ну, во-первых, там можете всю мою информацию обочитать, посты, которые здесь я не размещаю, а также смотреть это видео там и там же задавать мне вопросы. До встречи в моих социальных сетях, до встречи на моих мероприятиях. И всего вам самого хорошего!